Всем привет! С вами Сейфро! И сегодня четвертая часть выживания в Сейжаре. Что ж, друзья, давайте немного убавим звуки. И, собственно, сегодня вместе с вами мы попробуем убить Плантеру в нашей любимой игре. Что ж, для этого я уже нашел её призыв. Немного расширим экран. Что ж, друзья, готово, да? Фух, я уже убивал её. Но всё же убивать ещё раз это довольно страшно. Так, ждём, с какого места она у нас появится. Ещё расширяем экран. И мы её ждём. Так, друзья, вот она у нас идёт. Потихонечку опускаемся вниз. Не обращаем внимания, что она нас так быстро убивает. Так, надеюсь, ты не уйдёшь. Нет, она пока не уходит. Так, мы её потихонечку перемещаем вниз. Куда нам нужно её переместить. Открылимся. Так, она идёт за нами. Отлично. Ведём её на телепорты. И, собственно, всё, отлично, она подходит. Друзья, она идёт. Опа. Так, нажимаемся. И теперь стреляем в неё. Отлично. Вот такая тактика против вот этого существа. Очень классная тактика. Если у вас, конечно, есть карантомёт. Также можно убить её с помощью термовой винтовки или мега-акула. Но мега-акула на первой стадии у вас не будет, потому что вам понадобится добыть эссенцию могущества, которая добывается только после убийства этой плантеры. Здесь всё логически сделано. Особенно... Ух, ух ты. Ух, блин, друзья. Был довольно опасный момент. А я могу так же проиграть. Я ничего и не говорю. Вот щупальца прям попала нам в голову. Это плохо. Так. Так. Опа. Так, нам нужно её добить. Добиваем. И... Давайте-давайте-давайте щупальца, уйдите. Уйдите. Вот она нам целится, эта щупальца, прям в голову. Так. Выбиваем зельки. Фух, можно и умереть. Видите, мы на власке от этой смерти, и она нас... Нет. Взял. Вы видели, что произошло. Мы её победили, но в итоге мы каким-то образом погибли. То есть, могу сказать, что мы погибли, но каким-то образом мы её победили. Ладно. Так, ходимся. Кстати, вот этот рожок, который бесконечно пополняет нам жизненно 120 хп, выпадает с индейки. И так же мне здесь поселился трюфель, да. Поселить его было довольно легко. Что же для этого вам понадобится? Во-первых, вам понадобится переселить дриаду в грибном биом. Будет это довольно сложно. Друзья, сразу говорю, измучаетесь. Потрядьте около часа времени, чтобы поселить трюфеля. То есть, вместе со всеми заморочками. И, собственно, трюфель, если у вас нету хлорофитовой брони, или нету черепашьей брони, на мне сейчас черепашья броня, целиком комплект. А почему же я делаю её целиком? Потому что, друзья, при полном комплекте она даёт довольно классный эффект. Если у вас ударяет моб, он получает тот же самый урон, который он дал вам. То есть, он получает свой же урон. Это довольно странно, ну, очень классная штука. Особенно, если вы будете в дальнейшем драться с мобами. Метеорит сейчас мне никак не нужен. Не знаю, зачем он даже упал. Он сейчас будет просто мешаться. То есть, его маленькие вот эти метеориты, которые будут летать, давать огненный эффект, они нам будут просто мешать. Ладно. Давайте заберём дроп, который нам выпал с этой плантеры. Он не должен пока что ещё пропасть. Как видите, вот этих цвесточков здесь очень много. Ну, и, собственно, броня у меня довольно слабая. Поэтому я погиб. Убивал плантеру я уже раз-два. Ну, вот эта схема маленькая не сработала. Но мы в итоге её, друзья, убили. Я знаю, что убивать её сложно. А также я планирую в скором времени убить голема. Я уже испытал все свои попытки. Поэтому теперь я буду пытаться открыть багровый сундучок. Чтобы открыть, точнее, достать вампирские ножи. Ну, и с помощью них, конечно, мы легко убьём любого босса. Собственно, что же выпало, друзья? Выпал нам листомёт. Невероятно высокая, очень слабая. Это используется реманом. Быстро стреляет острыми, как билитвы листьями. А выпало ключ. У меня уже два ключа. И, собственно, на этом, наверное, всё, да, друзья? Больше ничего не выпало. Давайте посмотрим, что это за такой пистолет. Поставим сюда и посмотрим. Так, стреляет, да. Тратит ману довольно быстро. Нужно боба, на котором мы это всё испытаем. Так же, друзья. Сериали немного мне надыдает тем, что... Вот в последнее время у меня начал исчезать почему-то мир. Я что-то строю, я ухожу и... Куда-то всё это девается. Я не знаю, каким образом, почему. Нет, друзья. Ну, довольно слабое оружие. Которая особенно тратит очень много манны. Ну, это не выгодно, короче, да. Омега-акула у меня есть. Наверное, её со мной у меня нету. Нету-нету, друзья. Кстати, вот это тоже очень классная штучка. Огнемёт. Сможете скрафтить уже до плантеры. Ну, убивать такой штукой плантеру я вам не рекомендую. Лучше найти штурмовую винтовку. Ну, собственно, вот такое, друзья. Маленький лосфлэйчик опять у нас сегодня получился. Ну, собственно, давайте телепортимся, наверное, домой. И положим весь наш троп. А он довольно неплохой. А также посмотрим, давайте, сколько у нас стоит этот листомет. Ух, откуда у вас столько взялось? Оборотни. Хоть жопы жуй, друзья. Их очень много. Собственно, идём к нашему трюфелю. И какую сумму он нам даст за этот листомёт. Так, привет, дружок. Так, да, у тебя очень всё дорого. Семь золотых монет. Ну, довольно нормальная сумма. Продадим ему фрукт жизни. Продадим ему жезл. Продадим... Нет, это мы не продадим. Не продадим. Маску оставим. Что же ещё продадим? Ну, наверное, больше продавать нам нечего. Да, собственно, как видите, вот такой маленький лосфлэй, которым вы могли бы научиться убивать плантерку. Понимаете, вот такую комнату вам придётся построить. А также придётся построить портал телепорта и соединить их красными проводами. И всё это довольно легко. А, теперь оборотни меня замучают, да? Понимаю. Так, у меня сейчас полнолуние. А также, друзья, напишите в комментарии, пожалуйста, как сделать отмене. Что мне сейчас понадобится. Именно на мобильной версии. Этой террарии. Ну, собственно, друзья, на этом мы с вами закончим. Собственно, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok